Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция посвящается инфекциям мочевого тракта. Последние годы ознаменовались новыми подходами в определении, классификации и диагностике различных урологических заболеваний, в том числе и инфекции мочевого тракта. Инфекция мочевого тракта – один из самых больших разделов урологии, с которым врачи очень часто встречаются как в амбулаторной практике, так и в стационарах. Инфекция мочевого тракта в большинстве своем сочетается с другими заболеваниями органов мочеполовой системы. К сожалению, не все врачи знакомы с существующими на сегодняшний день новыми понятиями и продолжают применять в своей практике старые терминологии и классификации. Поэтому нередко на практике встречаются случаи различного трактования одного и того же вопроса, что приводит к неправильной диагностике и оценке состояния больного. И результатом всего этого является неправильное введение больного, что иногда имеет очень печальные последствия. Зачастую любому больному с ликотитурой устанавливается диагноз хронический пиленефрит. Назначается неверное, а порой и необоснованное лечение. Это является следствием того, что врачи не обладают достаточной информацией о современных взглядах и понятиях в урологии. На сегодняшней лекции мы будем с вами обсуждать эти терминологии и классификации инфекции мочевого тракта. Итак, дадим определение, что такое инфекция мочевого тракта. Инфекция мочевого тракта представляет собой воспалительную реакцию уротелия на вторжение в бактерии, проявляющиеся бактериурией и пиурией. Пиурия – это наличие повышенного количества ликотитов в моче, что характерно для воспалительной реакции уротелия в ответ на вторжение бактерий. Бактериурия – наличие бактерий в моче. В норме, так как мы все знаем с вами, в норме моча является стерильным. И наличие бактериурии является одним из признаков того, что бактерии попали в мочу из мочевого тракта, а не являются инфекцией с кожных покровов, влагалища или крайней плоти. Есть еще такая терминология – бессимптомная бактериурия. Бессимптомная бактериурия часто выявляется при рутинных обследованиях больных. Степень бактериурии больше или равно 10,5 степени колонны, образующих единиц в одном миллилитре мочи, в двух последовательных порциях свежевыпушенной мочи позволяет отличить бессимптомную бактериурию от контаминации. При инфекциях, вызванных стафилокопками сапрофитикус и разновидностями кандиды, нижней границей признается больше или равно 10,4 степени колонны, образующих единиц в одном миллилитре мочи. Контоминация. То есть это по-другому мы называем загрязнение мочи. Контоминация бактериями осложняет диагностику инфекции мочевого тракта. О контаминации следует думать в случае, если имеется небольшой рост бактерий или из мочи высеивается несколько видов бактерий, то есть степень колонны, образующих единиц, при этом бывает меньше 100 тысяч в одном миллилитре мочи. Бактериурия считается значимой, если острый неосложненный цистит у женщин, колонны, образующих единиц, больше или равно 10,3 степени. Острый неосложненный пилинефрит у женщин, колонны, образующих единиц, больше или равно 10,4 степени, то есть 10 тысяч в одном миллилитре мочи. При осложненной инфекции мочевого тракта у женщин, колонны, образующих единиц, бывает выше 100 тысяч в одном миллилитре, а у мужчин при этом 10 тысяч в одном миллилитре, то есть 10,4 степени. Или колонны, образующих единиц, больше 10 тысяч в одном миллилитре, при наличии катетера у женщин. Любое количество колонне, образующих единиц, полученные при надлоковой функции, считается значимой бактериуриной. Еще есть такой термин – вне больничной инфекции мочевого тракта. Эта инфекция мочевого тракта развивается у больных, находящихся вне лечебного учреждения. Назокомиальная инфекция, по-другому мы еще это называем внутребольничной инфекцией. Это инфекция мочевого тракта, развившаяся у больных, которые в момент инфекцирования находились в больницах или других лечебных учреждениях и вызваны псевдомолиз аэрогенозой и другими резистентными к антибиотикам, штаммами, бактериями. Если с экономической точки зрения посмотрим инфекции мочевого тракта, это является не только медицинской значимость, и еще имеет большая социальная значимость. Так как в Америке, когда изучали экономические аспекты инфекции мочевого тракта, обращение к врачу в год оказалось 7 миллионов населения. А прямые затраты на один эпизод инфекции мочевого тракта составляли 40-80 долларов. Затраты на лечение в год больше 1 миллиарда. Это все указывает, что инфекция мочевого тракта имеет и социальное, и медико-социальное значение. В отношении пола, когда изучали детей школьного возраста, у мальчиков инфекция мочевого тракта выявлена в 0,5% случаев. При этом у девочек оно было 10 раз выше, то есть у 5% девушек. Значит, это указывает на то, что у женщин имеется анатомическая предрасположенность к возникновению инфекции мочевого тракта. Что вызывает инфекция мочевого тракта? Возбудителями инфекции мочевого тракта являются это неспецифические и специфические микроорганизмы, неспецифические граммоотрицательные и грамм положительные микробы. Чаще всего этиологическим спектром возбудителей инфекции мочевого тракта вызываются ищерихи и коли. Это составляет 70-95% случаев. В 5% случаев это может быть стафилокоткий сапрофитикус. Бактерии семейства интеробактерий, такие как протиусмирабилус или клепсиэна, редки являются причиной возникновения инфекции мочевого тракта. Пути инфекцирования различают восходящий путь, по-другому это мы еще называем уриногенный путь, уриногенный по стенкам мочеводящих путей или по просвету мочеводящих путей. Особенно если у Бановой имеется рефлюкс пузырно-мочеточниковый, мочеточниково-лоханочный или лоханочно-чашечно-чашечно-почечные рефлюксы. То есть могут стать причиной уриногенного путь инфекцирования. Чаще всего восходящим путем, когда возникает инфекция мочевого тракта, возбудителями являются и шерихиаколи, и энтеробактерицы. Происходит в основном гематогене путь инфекцирования, когда у Банова имеется почерк инфекции в отдаленных органах тела. Например, танзилогенные интоксикации или актессии, фрункули. При таких случаях стафилококия аэрогеноза, кандида или сальмонелла или микобактериум туберкулезским, аэрогенным путем, может попадать в мочеводящие пути и вызывать там инфекции мочеполового тракта. Лимфатический путь инфекцирования редко, тяжелые инфекции кишечника или ретроперитониальные актессии может распространяться инфекция по мочевым путям. И есть прямой путь инфекцирования. Это чаще всего мы говорим о назокомиальной инфекции, так как прямой путь чаще всего происходит при выполнении манипуляции у Банова. Например, при катетеризации мочевого пузыря или при проведении цистоскопии или во время инструментальных лечений других урологических заболеваний. Патеренист. Наиболее типичный путь попадания микроорганизмов в мочевые пути, так как мы вам только что говорили, это восходящие. Но не все виды бактерий одинаково способны приводить к возникновению инфекции. Чем больше имеются факторов риска, которые приводят к снижению естественных зашитных механизмов в организме, это обструкция, катетеризация мочевого пузыря или раннеперенесемые операции, тем менее вирулентные бактерии способны вызвать инфекцию. Вирулентность и шерихея коли определяются фенотипическими особенностями данного микроорганизма. Риск инфектирования. Однократное введение катетера в мочевой пузырь у амбулаторных больных может привести к возникновению инфекции в 1-2% в случае. Нахождение катетеров в течение 3-4 дней с открытой дренажной системой приводит к инфекции мочевого тракта почти в 100% в случае. При использованной закрытой дренажной системе срок возникновения инфекции может удлиняться. Инфекция, приобретенная в условиях госпиталя, то есть внутребольничная инфекция, появляет агрессивные бактерии клепсиэля или псевдомолиз. Категории инфекции мочевого тракта классифицируются, значит, это первичная инфекция, неразрешившаяся инфекция, то есть невылеченная инфекция, рецидивирующая инфекция, которая делится в своем очереди на реинфекции, то есть повторные инфекции мочевого тракта и бактериальная персистенция. Первичная инфекция – это для пациента впервые выявленная и документально подтвержденная инфекция мочевых путей. Неразрешившаяся инфекция – это по-другому еще мы можем называть неразрешающаяся бактериурия. Этот термин указывает на то, что первоначальное лечение больного было неадекватным. Для этого существует ряд причин, которые приводят к неразрешающейся бактериурии. Это может быть резистентность бактерий к препарату, выбранному для лечения, развитие резистентности у первоначально чувствительных бактерий, бактериурия, вызванные двумя различными патогенами бактерий с взаимоисключающей чувствительностью, быстрое развитие повторной инфекции мочевого тракта, вызванные новыми резистентными штаммами во время проведения первоначального лечения чувствительных микроорганизмов, гиперазотемия, популярный некроз в результате злоупотребления различных анальгетиков, еще, может быть, гигантские коронавидные камни, в которых критическая масса чувствительных бактерий слишком много и для ингибиции антибиотиками, и у них постоянно поддерживается бактериурия. Самозаражение патогенами или введение в заблуждение по поводу приема антибиотиков, вариант это синдром Мюнхгаузена. Рецидивирующая инфекция мочевого тракта. Результат повторной инфекции, то есть реинфекции или персистенции бактерий. Реинфекция встречается 70-95% случаев. Каждая инфекция является новым событием. После предшествующей инфекции не должно быть роста бактерий в моче. Если после лечения исчезается бактерия в моче, то не исчезается бактериурия. Мы это говорим не разрешившаяся бактериурия. А после позднего излечения, если мы вновь являем инфекцию в мочевом тракте, это значит называется реинфекция. Есть еще такая терминология, классифицируется бактериальная персистенция. Относится к рецидивирующей инфекции тоже, вызванной теми же самыми бактериями из очага в мочевом тракте. Например, это инфицированные камни, может быть, или простоты. Значит, какие урологические заболевания вызывают бактериальную персистенцию? Это может быть, так как мы с вами только что говорили, инфицированные камни, особенно коронавидные камни, которые долгое время существуют у пациента, хронический бактериальный простатит, инфицированные сморшенные почки со одной стороны, удвоение мочеточника или эктопия устья мочеточника, инородные тела в мочеводящих путях. Это может быть стенты, спленты или разные нефростомические дренажи или тистостомы. Дивертикули уретры и инфицированные параметральные железы могут быть причиной бактериальной персистенции. Медулярная спонгиозная почка с одной стороны может быть. Инфицирование культия мочеточника после нефректамии при отсутствии рефлюкса. А также инфицирование бактериальному персистенцию может стать причиной инфицирования кисты урахуса, сообщающиеся инфицированные кисти чашечек, популярный некроз сосочков и паравизикальный абсцисс, дримирующийся в мочевой пузырь. Инфекция мочевого тракта также классифицируется по локализации. То есть различаются инфекция верхних мочевых путей и инфекция нижних мочевых путей. К инфекциям верхних мочевых путей относятся пиеронефрит и уритерит. Пиеронефрит – это неспецифические инфекционно-воспалительные заболевания, почечные паринфемии, чашечные лоханочные системы и интерститии почки. А уритерит – это воспаление мочеточника. К инфекциям нижних мочевых путей относятся уритрит и цистит. Уритрит – это воспаление мочеиспускательного канала от цистит – воспаление мочевого пузыря. Кроме этого, инфекция мочевого тракта, то есть мочеполового тракта по локализации ещё различает простатит – воспаление предстательной железы, визикулит – воспаление семенных пузырьков, фуникулит – воспаление семенного канатика, эпидидемит – воспаление придатка яички и орхид – воспаление самого яичка. Одновременно у больного может встречаться орхоэпидемит. Значит, по клиническому течению инфекция мочевого тракта классифицируется следующим образом. Это неосложнённая инфекция мочевого тракта и осложнённая инфекция мочевого тракта. Когда мы говорим о неосложнённой инфекции мочевого тракта, значит, этот термин мы применяем только тогда для определения у больных инфекции мочевого тракта, если у них не имеется структурно или функционально функциональные изменения. То есть, со стороны структурного и функционального состояния мочевого тракта оно является нормальным. Вот тогда мы говорим, если обнаружим инфекцию, мы говорим неосложнённую. Если у больного имеется или имеется инфекция мочевого тракта со структурными или функциональными аномалиями, которые могут повысить риск развития осложнений инфекции или привести к снижению эффективности лечения, мы говорим об осложнённой инфекции мочевого тракта. То есть, это может быть инфекция у пациента с мочеками не болезни или может быть у больного с удвоенной почки или подковообразной почки или кислозно поражённой почки развивается инфекция или посттравматические или на фоне аденомо предстательной железы или на фоне простафита. То есть, тогда мы говорим об осложнённой инфекции мочевого тракта. Факторы, которые могут повысить риск развития осложнения инфекции или привести к снижению эффективности лечения, могут быть это постоянно существующие катетры в почке или мочевых путях, стентах или сплентах, уретраны, мочеточники и почечные, выполнение периодически катетеризации мочевого пузыря или у больного имеется остаточная моча в мочевом пузыре в объёме больше 100 мл или обструктивная уропатия вследствие любой причины, например, инфраэзикальная обструкция, включая нейрогенный мочевой пузырь, атомия мочевого пузыря, камни или опухоли, то есть, которые приводят обструктивную уропатия и создают благоприятные условия для развития инфекции мочевого тракта, пузырно-мочеточниковый рефлюкс или функциональные нарушения, видоизменения мочевого тракта, такие как подвздошные петли или мешочек, химические или радиационные поражения уроэпителия, пере- или постоперационные инфекции мочевого тракта, почечная недостаточность, трансплантация, сахарный диабет и иммунодефититные состояния, все могут быть факторами, которые способствуют развитию осложненной инфекции мочевого тракта. Диагностика. В диагностике инфекции мочевого тракта большой роль играет анамнез больного. То есть, в анамнезе мы должны выяснить, как давно болеет, как начался, после чего, больной с чем это связывает. То есть, больники могут рассказывать клинику чистит. Это чаще всего проявляется дезюрительскими явлениями или у больного мы можем с его жалобой узнать клинику пилонефрита. Например, боль в поясничной области, повышение температуры тела, нарушение акта мочисти и так далее. То есть, анамнез имеет большое значение. Кроме этого, во время сбора анамнеза мы должны обращать внимание, нет ли у него другие сопутствующие заболевания, которые могут являться развитию или причиной неосложненной инфекции мочевого тракта. Так как мы говорили, атыты, гнойные атыты, гаймариты, франтыты, танзелиты, или остеомиелит могут тоже стать причиной развития неосложненной инфекции мочевого тракта. Кроме этого, в диагностике инфекции мочеполовых путей мы используем тест-полосы. С помощью тест-полосы мы можем определить наличие в мочи, большое количество ликоцитов, гематурии, наличие крови в мочи или наличие бактерий. Достоверным методом диагностики инфекции мочевого тракта это является бактериологическое исследование мочи. При бактериологическом исследовании мочи одновременно определяется и чувствительность возбудителя к антибактериальным препаратам. Обследование органов малого таза, если имеются факторы, указывающие на наличие уритритов или вагинитов у женщин. посев одновременно делается еще посев из мочиспускательного канала или сервикального канала. И кроме этого неинвазивным методом диагностики инфекции мочевого тракта это является ультра-сонографические исследования верхних и нижних мочевых путей. Кроме этого по показаниям мы можем еще использовать рентгенологические методы диагностики это обзорная урография и экскреторная урография по показаниям которые помогают определить у ванного нет ли факторы способствующие развитию осложнений инфекции. Это чаще всего может быть мочекаменная болезнь, аномалия развития почек и мочеводящих путей и другие урологические заболевания. Для диагностики инфекции мочевого тракта большое значение имеет анализ мочи. Значит анализ мочи для анализа мочи прежде всего пациент должен правильно собрать мочу. Сбор мочи должен осуществляться в специальной комнате. Точность в диагностике может быть достигнута с уменьшением возможности контаминации при сборе мочи. Для исключения контаминации моча из мочевого пузыря должна быть получена путем надлобковой аспирации. А женщины должны быть катетеризированы. Сбор мочи должен быть порционным. Когда мы говорим о порционном методе получения сбора мочи мы должны с вами вспомнить когда вы первый день проходили уросемиотики и методы обследования урологических больниц вам говорили во время практических занятий значит двухстаканной или трехстаканной пробой или пробой стамия Мейерса. Значит если вы подозреваете инфекцией верхних мочеводящих путей значит для общего анализа мочи или для бактериологического исследования желательно взять среднюю порцию мочи. Если у больного подозревается уретрит то есть воспаление мочеиспускательного канала тогда результаты первой порции мочи имеют большое значение. Если у больного имеется цистит то есть воспаление мочевого кузяля тогда при проведении трехстаканной пробы значит больше микроскопические изменения выявляются в третьей порции мочи то есть терминальной третьем стакане мочи. Мочи которая взята путем надлобковой аспирации в норме должно быть стерильным. даже в этом случае ход один два лейкоцитов мы выявляем или бактерии мы выявляем это значит говорит об инфицировании ночеводящих путей. Лечение инфекции мочевого тракта основной принципе вообще рационально использования антибактериальных препаратов это является своевременное начало. это патогенетически обоснованные и достаточно длительное лечение для профилактики длительное лечение антибактериальными препаратами. То есть до нормализации показателей общего анализа мочи. Выбором препаратов на основании информации о видовом составе и лекарственной чувствительности возбудителей мы получим путем бактериологического исследования мочи. Использование оптимальных доз и способов введения антибактериальных препаратов с учетом особенностей их фармакокинетики и фармакодинамики а также антибактериального спектра действия препаратов. Учетом характера взаимодействия различных антибиотиков в том числе и с другими лекарственными препаратами. Выбор антибактериального препарата Осуществляется в основном согласно антибиотикограмму Баглова. При этом препарат должен быть активным в отношении вероятных возбудителей инфекций, то есть антимикробный спектр и предполагаемую чувствительность не должны учитывать до назначения антибактерального препарата. Повторяю, антибиотик не должен вызывать быстрее развитие резистентности патогенных штаммов микроорганизмов. Препарат должен хорошо проникать в ткани зоны риска инфектирования. В период поле введения антибиотики после однократного введения должен быть достаточным для поддержания бактериотидной концентрации в крови и тканях в течение всего периода лечения. Антибиотик должен обладать минимальной токсичностью. Препарат не должен влиять на формакокинетические параметры средств для анестезии, особенно миорелаксантом. Препарат должен быть оптимальным с позиции стоимости и эффективности. Иначе больной может получить этот антибактериальный препарат ненадолго. То есть курс лечения может быть коротким, а это может приводить к неразрешившейся бактериории или неразрешившейся инфекции мочевого тракта. Наиболее часто при лечении инфекции мочевого тракта на сегодняшний день по стандарту применяются препараты 3-метаприма. 3-метаприм, нитрофурами, нитрофурами крупные кристальные и препараты тефалоспорина 2-я ряда. А также в последнее время часто используется вторпенаномия 2-го или 3-го порядка. Также надо соблюдать нормальный водный режим. То есть у кого имеется инфекция верхнего или нижнего мочевого тракта, значит, эти больные за сутки должны принимать столько жидкости, чтобы суточная моча, то есть диурез, у них должен составить не менее 1,5-2 литра. А также наряду с антибактериальным препаратом еще можно применять уроантисептиков, витамины группы В, общую укрепляющую и иммуностемулирующую терапию. Этим лекция наша закончена. Большое вам спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста.